В последнее время интернет уже практически стал частью общественной жизни граждан. И, конечно, Приднестровье в этом плане не остаёт. Люди свободно общаются в социальных сетях, на форумах, обмениваются информацией, видео, фотографиями. Свобода самовыражения, новые знакомства, открытая площадка для обмена мнениями. И всё же к любой бочке мёда прилагается своя ложка дёгтя. В соцсетях, помимо миролюбивых искателей, общение по интересам есть те, чьей задачей является испортить, подбросить неоднозначную информацию, вывернуть, изразить факты. Именно в этом они находят удовольствие. На форуме фотографов для таких людей цель – не обсудить неожиданную композицию или дать совет. Им важнее раскритиковать любое выставленное изображение. На форуме домохозяек они будут возмущаться тем, что современные женщины обленились, и вместо того, чтобы самим забивать, потрошить, рубить и жарить мясо, губят своих мужей и детей полуфабрикатами из микроволновки. Таких людей называют троллями. Если в скандинавских сказках тролли пугали людей своими размерами и волшебством, то в интернете своим злословием и злонамеренностью своих действий. Это, конечно же, люди, скажем так, скрытные, которые не могут сказать, например, в лицо, или люди, которые не могут напрямую сообщить о том, какие претензии он имеет в отношении этого человека. И поэтому он таким вот образом из-под тяжка подло может высказывать свои какие-то претензии. Своими комментариями и действиями тролли стараются привлечь внимание к собственной персоне, говорят психологи. Они плохо воздействуют энергетически на читателей. Ложь вызывает беспокойство, тревогу, агрессию, соответственно, ухудшается здоровье. Тролль всегда хочет ощутить свою значимость и популярность, произвести неизгладимое впечатление. Для этого пускает в ход любые средства. Нередко объектами его нападок становятся известные люди. Они, как бы, в некоторой части освобождаются от моральных обязательств, которые вообще присущи в обществе. Поскольку если человек в открытую будет выражать, скажем, в кругу своих товарищей или каких-то незнакомых людей такие же мысли аналогичного характера, то он рискует либо получить ответное оскорбление, либо, значит, получить по физиономии, грубо говоря, либо попасть в уголовное преследование. А еще тролли занимаются распространением недостоверной информации, размещают в социальных сетях провокационные сообщения, при этом преследует цель нагнетания конфликтной обстановки. Троллинг – вид виртуального общения, в котором один из участников, тролль, неосознанно нагнетает гнев, конфликт или осознанно начинает задирать, принижать, скрыто или явно оскорблять другого участника, нагнетая конфликт, при этом нарочно нарушая правила сайта и этику сетевого взаимодействия. Выражается в форме агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения, является аналогом энергетического вампиризма в реальной жизни. Часто троллинг используется бойцами информационных войн. Нередко за это они получают материальное вознаграждение. Специалисты отмечают, информация в социальной сети способна распространяться со скоростью лесного пожара. В Facebook, ВКонтакте, наряду с полезными функциями, оповещение часто становится питательной средой для информационных вбросов. Жертвой троллинга в этом месяце стало население Приднестровья. На интернет-форумах появилась информация, что за время зимних праздников в Приднестровье пропали без вести 16 человек. Даже их фото опубликовали, правда очень старые. Все это сопровождалось критическими комментариями в адрес органов госвласти и, конечно же, милиции. Беспокойство населения заинтересовало общественную палату республики, представители которой решили разобраться в ситуации. Кто-то пытается каким-то образом ситуацию в нашей республике дестабилизировать, так будем говорить. Почему? Потому что я изучил этот список, посмотрел, есть некоторые даже фотографии детей, которые выставлены там, дети, фотографии детей там 7-го. То есть ему там где-то 19 лет, выставляют фотографии, допустим, там 7 лет, там 8 лет. Потом, значит, я позвонил некоторым администрациям, главам администрации. Значит, в этом списке, значит, адреса, которых вообще нету в Тирасполе. Места нахождения 15 пропавших человек милиция установила практически сразу же после подачи заявления. Что касается последнего, 16-го, то он перезванивается с родственниками, но не хочет возвращаться в семью. 5-го, 01-го, 14-го года, позвонил на мобильный телефон жене и сообщил, чтобы его не искал, не хочет проживать совместно с ней. Со слов жены, у него имеется другая женщина. Вот это один без вести пропавший. Дальше, 5-го, 01-го, вернулась домой, со слов отца, глава у подружки. Примерно вот такого содержания все. Кроме вреда, от этого формы никакой пользы нет. Эти слухи и кривотолки нужны строго определенной категории лиц. Первый источник – это внутренняя оппозиция, которая перешла, ну, может быть, она уже не находится на территории Приднестровья, может быть, она уже вышла, так сказать, за ее рамки. По тем или иным поводам она уже была выдавлена, так скажем, за пределы ПМР. Но, тем не менее, пользуя современными средствами массовой информации, каковыми является интернет и в том числе Facebook, она может по-прежнему оказывать влияние на, так сказать, граждан Приднестровской Республики, создавая, подымая определенные темы, создавая негативные мнения. Министр внутренних дел Геннадий Кузьмичев на заседание общественной палаты приводил оперативные данные. По его словам, пропавших не стало больше, чем обычно. Наоборот, ситуация с розыском улучшилась. Глава МВД призвал не доверять ложной, непроверенной информации. Сегодня органы внутренних дел имеют достаточно сил, возможностей и средств для того, чтобы контролировать ситуацию. Первое. В каждом горной органе существуют специализированные подразделения по розыску. Более того, благодаря многолетнему труду сотрудников наработаны очень богатые связи с аналогичными подразделениями и в Украине, и в Молдавии, и в России. На неделе пиар-стратег Сергей Дедковский сформулировал для себя и не только простые правила, с помощью которых можно отличить настоящую новость от поддельной. Специалист это сделал в свете сложной ситуации, которая сложилась в Украине. Напомним, в Киеве всю неделю проходят акции протеста оппозиции, которые перерослись в массовые беспорядки. При этом частая информация поступает противоречивая. Мы знаем, что на Украине многие СМИ принадлежат определенным олигархам, то есть телевидение и даже некоторые интернет-форумы принадлежат. Там же тролли выполняют определенный заказ этих лиц по устранению тех пользователей, которые выражают другую точку зрения, отличную от той точки зрения, которая необходима хозяевам этих средств массовой информации. Итак, Сергей Дедковский советует обращать внимание на новость, если она основана на официальном заявлении какой-то стороны, например, на основе пресс-релиза чиновника или бизнесмена, в идеале подкрепленного его подписью и печатью. Сайт или страница в социальной сети, которая опубликовала новость, должна иметь свою историю. Если вы впервые видите некий сайт со странным названием, на котором размещена сенсационная новость, оснований ему доверять нет. Если новость написана со слов очевидца, нужно, во-первых, подтвердить его существование, идентифицировать его. Для начала хотя бы в соцсетях, рекомендует пиар-стратег Сергей Дедковский. Человек, который живет в свободном демократическом обществе, должен научиться самостоятельно отделять зерна от плевел, самостоятельно оценивать ту информацию, которая ему попадает. Потому что особенно в интернете есть достаточно много сообщений, которые носят просто провокационный характер. Сергей Дедковский также разработал несколько советов, как отличить обычного пользователя социальной сети от бота, то есть человека или программы, зарегистрированных с целью распространения ложной информации. Главная их особенность – это странные никнеймы, сетевые имена. К примеру, «Аристарк Суровый» или «Региональный Бандерлог». Кроме того, у таких пользователей отсутствует активность в профиле, нет истории коммуникации с другими людьми, которая подтверждает реальность человека. Самое главное – боты никогда не отвечают на личные сообщения и комментарии, утверждает Сергей Дедковский. Интернет вообще дает замечательную возможность чувствовать себя творцом, начиная от участия в компьютерных играх, когда человек принимает на себя ту или иную роль, и заканчивая, как вы говорите, ролью тролля, человек, который занимается заведомо ложным распространением информации в интернете с тем или иным умыслом. Троллинг в интернет-сфере Приднестровья становится делом привычным. Недостоверная информация, атаки на личность, призывы к деструктивным действиям – все это сегодня можно встретить не только в социальных сетях. Психологи говорят, с появлением интернет-роллей мир словно возвращается в каменный век. От подобных сказочных персонажей человек, в общем-то, может только сам защитить себя. Но многие продолжают задаваться вопросом – как с этим бороться? Ответ попытались найти в Украине. На неделе там вступили в силу законы, согласно которым государство может принять решение о запрещении доступа к интернету. Невыполнение операторам такого требования будет караться штрафом. В Уголовный кодекс вернули статью о клевете, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы сроком до двух лет. Кроме того, распространение экстремистских материалов теперь карается лишением свободы сроком на три года. Интересно, что в интернете активно обсуждались эти законы. Многие при этом не упустили случая потроллить и сами документы, и их разработчиков. Но только там, где это можно сделать анонимно, и наверняка понимая, что подобные развлечения или работа становятся для них опасными. Александр Логутин, Александр Тыш, точка отчета.